В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Кузнецов, руководитель ансамбля «Народные песни. Русские узоры». Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, расскажите, с каким репертуаром выступает ваш ансамбль? Мы взяли за основу русскую народную песню во всем ее многообразии и стараемся через песню сохранить и нашу культуру, наши традиции. В общем-то, у нас в репертуаре песни различных областей России и, естественно, песни рязанские. Это песни деревни Кутуково и «По горкам, по горам» знаменита рязанская песня. А сейчас у вас в коллективе сколько человек задействовано в постановках? Сейчас у нас занимается 100 детей. Есть определенные возрастные группы. Это младшие, средние, старшие группы. В концертных постановках участвуют по 30, по 40, по 20 детей. А получается, приходят к вам дети пятилетние, то есть читать не умеют, писать не умеют, но уже учатся петь? Ну, наверное, наша задача в том, чтобы научить чему-то ребенка. Дети приходят с улицы, так буду говорить. Может, кого-то не взяли в музыкальную школу по каким-то вариантам, но мы считаем, что каждый ребенок талантлив и с каждым можно работать и научить ему чему-то, каким-то навыкам, умениям. Поэтому видно, когда приходят малюсенькие дети, маленькие, с ними очень интересно работать. Мы подбираем репертуар игровой под их возраст. Дальше они становятся старше. К школе у них выпадают передние зубки, поэтому дефекты дикции, конечно, есть. Дальше просто порой в творческом процессе не замечаешь, какие становятся дети красивыми, взрослыми уже. И когда сидишь на сцене и аккомпанируешь им, допустим, на любом конкурсе, на фестивале или на концерте, видишь уже, как вырос ребенок, как он подает подачу этой народной песни. Ну, получается, 30 лет уже коллективу в этом году. Какой-то костяк основной сложился? Да, конечно. Коллективу уже 30 лет. Два раза по 15 мы в этом году отметили, так будем говорить. Дело в том, что мы 15 лет назад приехали из Казахстана. У нас там был ансамбль «Русские узоры», где мы на базе школы искусств создали отделение русского народного творчества. И где дети получали комплекс различных навыков и умений. Это и музыкальный инструмент, и вокал, и народное пение, и народная хореография, и прикладное творчество. А сюда мы приехали в 2003 году и адаптировали свою программу для Дворца детского творчества. И вот на сегодняшний день у нас идет 7-летнее обучение детей. Поэтому дети у нас поют по 10, по 13 лет. Это уже как бы с 5 до окончания, допустим, 11 класса. А вот эту программу вы сами разрабатывали? Да, мы много встречались, во-первых, с руководителями различных детских коллективов по России. Много встречались с профессорами, которые занимаются именно детской фольклористикой, детским народным творчеством. Проходил стажировку и вот такой знаменитого профессора Шамина Людмилы Васильевны, Умешко, Нины Константиновны. Он встречался с руководителями различных хоров народных. И мы взяли за основу такую форму, как ансамбль народной песни и танца, стилизованного направления, где каждый участник универсал. Он и певец, и танцор, и музыкант, и артист. И вот это мы как бы культивируем сегодня на сцене. Эту программу вы где-то представляли? Эта программа была представлена во многих, ну, наверное, на сайтах везде. Но наша программа в прошлом году на конкурсе, в этом году, вернее, на конкурсе городских программ внешкольного образования заняла гран-при в городе. По всей России мы заняли первое место на конкурсе кейсов. Это дополнительных образовательных программ. И в этом году, вот буквально на днях будет год, как я приехал из Ханты-Мансийска, где стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям». Я занял первое место в городе, первое место в области и поехал на всероссийский конкурс, где получил третье место. Я очень рад и горд, что представил Рязанскую область с ее педагогическим коллективом, так буду говорить. Ну, это, конечно, программа писалась много лет, она адаптировалась постоянно, каждый год. Ну, естественно, мне помогали и моя супруга, которая со мной вместе работает, ну и, конечно, и методисты нашего дворца. В общем-то, программа получилась очень хорошая, уникальна. Она выставлена сегодня на сайте Министерства образования. Но такие победы, они дают какой-то стимул развиваться дальше, еще к чему-то стремиться? Ну, наверное, каждая победа – это прочтение прошлого, наверное, и думаешь о том, что бы интересное, что бы новое взять, как бы смотришь с разных ракурсов на творчество, ну, на наше творчество, на творчество детей. Вот это мне более интересно, мне хочется всегда экспериментировать, мне хочется что-то искать, поэтому мы практически живем, наверное, во дворце с детьми. Это наша, наверное, задача. Кроме того, еще успеваете участвовать в конкурсах в этом году, где вы были? Да, конечно, когда дети занимаются, они приходят в коллектив, естественно, они хотят выступать. И для того, чтобы выступать, надо что-то делать. Мы очень много работаем, и работают детки по три-четыре раза в неделю приходят. В этом году мы стали лауреатами, два первых места младшей и старшая группа заняли на конкурсе «Зажги свою звезду» в Москве в марте. В июле этого года мы съездили во Францию на Всемирный фестиваль детского фольклора. Затем мы были в Москве на финале международного конкурса «Роза ветров», где собрались все лауреаты первых и третьих мест со всей России с 2014 года. То есть ежегодно, кто занимал первые и третьи места, все приехали на соревноваться за гран-при в Москву. Ну, сейчас у нас есть возможность послушать отрывок с вашего выступления. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА